Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето. Всем привет! Мы находимся в Таиланде. Всегда приятно это говорить. И сегодня у нас будет влог. Хотим показать, что происходит на Джомтьене, как видоизменился пляж Джомтьен, потому что занимались его реконструкцией в наше отсутствие. Ещё пойдём на рынок Джомтьен Night Market, поедим чего-нибудь традиционного, тайского, вкусного и недорогого. В общем, оставайтесь с нами. Хочу, чтобы вы посмотрели, что происходит на пляже. Сегодня обычный день и праздник. Много местных сейчас отдыхают. Вообще во второй половине дня на пляж приходит много тайцев после школы. И отдыхают. Едят что-то, дети купаются. Купаются они в основном всегда в одежде, чтобы не обгорать. Меня интересует состояние воды, потому что в Паттаге вода всегда была грязная. И люди ездили купаться на острова. Ну ладно, давайте зайдём, посмотрим, какая водичка сейчас. Когда мы приехали в Таиланд в первый раз, первым делом мы побежали купаться в море, искупались, думаем, как классно, никого нет, никто не купается, мы одни. И нам друзья потом сказали, а у вас третий глаз не вырос? Как вы там купались? Никто там не купается, потому что грязная вода. И думаем, чего? Какой третий глаз? Ничего у нас не выросло. Это отличный пляж. Плавный заход в воду. Песчаный пляж. Ой, вода, не сказать, что очень тёплая. Какая-то такая больше освежающая. Ну, не холодная. Купаться можно часами и не замёрзнешь. Конечно, она не такая прозрачная, как на острове Кулан, на пляже Пхукета, но всё равно чистенькая. Я заметила, что Паттайя сильно почистилась за время отсутствия туристов. Вот, посмотрите, как классно, да? После школы вместо того, чтобы сидеть дома, можно пойти на пляж. Круто жить в таком месте, где после школы с друзьями, с родителями ты можешь пойти ужинать на море. Хорошая погода, нет волн, спокойно купаешься, загораешь. Ну, я не знаю, что должно случиться, чтобы тебя унесло в море. Конечно, мы с этим городом связаны навеки, на всю жизнь. И сейчас, проходя здесь, у меня всплывают вот эти картинки и воспоминания. Вот здесь мы сидели с ребятами, когда все только приехали, знакомились, пили кокосы. А вот там мы купались с родителями, когда они приезжали. Знаете, как мои родители любят Таиланд? Они никуда не хотят, только в Таиланд. Я говорю, может, пойти в Евгипе, в Квадуру? Нет, мы хотим в Таиланд. Я говорю, ну, вам, может, там тоже понравится? Нет, мы хотим в Таиланд. Это вообще. Мы с ними тут плавали, резвились, как дети. Понимаешь, я маму катала, папа плавал. Папе намного лучше стало в эмоциональном плане после его инсульта. Я всю жизнь буду любить этот город. Если захотите отдохнуть на лежаках, вот я сейчас подходил, узнавал, один лежак получается 50 бат. Если вы до сих пор еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь, потому что мы снимаем классные выпуски из путешествий из разных стран уже больше 8 лет. И останавливаться не собираемся. Отвечаем на ваши вопросы, снимаем видео по вашим запросам. Так что, что вам интересно, то мы и показываем. Популярный вопрос, который мне задают, когда лучше ехать в Таиланд на отдых. Высокий сезон в Таиланде по-прежнему с ноября по апрель. До конца апреля здесь практически нет дождей. Идеальная погода, теплое море. Каждый день около 30 градусов днем, и небо затянуто тучками. Ну, такая легкая дынка. Нет палящего, обжигающего солнца. Летом оно есть. Либо палящее, обжигающее солнце, либо как зарядит дождь на три дня. А дожди в Азии тропические, это не то же самое, что у нас. Они как из ведра, буквально. Не выйти никуда, не погулять. Вы можете купить путевку летом. А что толку? Присидите в отеле, вам Таиланд не понравится. Поэтому прийдете в высокий сезон. Конечно, бывают исключения, когда даже в низкий сезон летом может быть такое, что дождей не будет. Но вероятность дождей очень высокая. Вы просто должны это понимать. И палящее солнце, то есть очень жарко. А вот сейчас, как видите, небо затянуто облаками. Ты можешь спокойно гулять. Конечно, жарковато, душновато на улице. То есть ты такой влажненький, да? Но тем не менее, ты можешь гулять спокойно, у тебя мозги не плавятся. Потому что бывает такое, что они реально плавятся. Вы часто спрашиваете, где заказать тайскую косметику, что выбрать и какие цены. На днях мне пришла посылка от Декас. Это как раз тайская косметика. И давайте я вам покажу, что там. Открываем коробку. Она достаточно тяжелая. Еще хорошенечко упаковали. О, какой красивый цветочек. Вы только посмотрите. Это плюмерия, тайский цветок. Итак, первое. Это мыло. Вот такое, тайское, в форме сердечка. А второе, в форме снеговика, в честь праздника. Два средства для кожи вокруг глаз. Это такой роллер. Первый с алоэ вера, а второй с пептидами. И здесь еще пять видов гиалуроновой кислоты. Отлично борется с отеками и темными кругами под глазами. Вот такая сыворотка для лица с алоэ вера от мадам Хэнк. Она отлично увлажняет, питает, регулирует жировой баланс и защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Несколько видов лосьона для тела. Смотрите, удобная тревел-упаковка. Беру с собой, когда едем на островах. Хорошо увлажняет и имеет разные запахи. С цветами, с миндалем, с грушей и различными витаминными добавками. Вот такой вот знаменитый тайский крем. Мне кажется, это самое лучшее средство в сфере лечения фурункулов и герпеса на губах. Стоит копейки, всегда беру его с собой. Вот такое мыло от прыщей. Иногда они меня все-таки беспокоят. Что интересно, у него очень экономный расход и нужно совсем немного реально подсушивать, лечить прыщи. Вот такое взяла на пробу бальзам для волос. И вот такой комплекс витаминный для кожи лица. Это дневной крем и добавка с витамином С. Вот такой лосьон для лица, тоже от Мадам Хэнк. Это так называемые капли молодости. Увлажняет кожу, делает ее мягкой, выравнивает структуру, дарит красивый цвет и разглаживает морщины. В составе масло Жожоба, которое богато антиоксидантами, протеином. И еще его используют для уменьшения растяжек. Взяли еще вот такой ингалятор-карандаш Green Herb с ментолом. Мы их еще называем нюхачки, всегда у нас в машине. Они отлично пробивают нос при простуде. Даже если нос сильно заложен, в составе ментол очень хорошо избавляет от насморка. Это похожее средство, только в формате масла. Тоже для лечения насморка. Можно намазать крылья носа, можно вдыхать пары. Также отлично пробивает нос. Всегда привозим на подарки вот эти нюхачки. И вот такое масло нашим родным и близким. И все всегда говорят, привезите еще, прям заказывают у нас. Следующий это вот такой порошок, вид ГРАС. Мощный антиоксидант, который борется с окислением организма. В его составе клетчатка из молодых ростков пшеницы. Повышает тонус организма, стрессоустойчивость и поддерживает иммунитет. Еще одно тайское мыло на местных травах. Очень приятный аромат, когда его используешь, как будто попадаешь в тайский массажный салон. Еще взяли две упаковки таблеток от кашля. Вот такие они интересные. Сейчас покажу, какие внутри. Они такого черного цвета. Маленькие, дудаленькие. Вот посмотрите, какие горошины. Одной достаточно, чтобы облегчить боль в горле. Вот когда горло сильно болит, схватило или кашель, мы лечимся вот этим средством. Ну куда же без тигрового бальзама. Наше любимое разогревающее средство от боли в мышцах, суставах. Посмотрите, он такого оранжевого цвета, насыщенного. Имеет очень приятный запах. Смотрите, чем-то напоминает нашу звездочку. А еще, когда у меня болит нос, я мажу под носом, вдыхаю пары и становится намного легче. Ну и последнее, это вот такая биоактивная добавка для укрепления организма с лишней. Ациролы, здесь 35 таблеток, источник натурального витамина С. Оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие на организм и повышает его защитные функции. А также улучшает состояние кожи и сердечно-сосудистой системы. Посмотрите, сколько всего мы заказали. И вес посылки всего лишь килограмм 80 грамм. Я просто хотела, чтобы вы посмотрели, сколько всего можно заказать на килограмм веса посылки. Всю эту косметику я заказала в магазине DECOS. Это интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. И что еще интересно, это не просто интернет-магазин, а надежный крупный поставщик тайской продукции. Как это работает? Компания выступает партнером на тайской стороне. Они организовывают поставки на российский рынок. Еще одно направление DECOS – это почтовые пересылки товаров из Таиланда от любых интернет-магазинов. Это что-то наподобие тайской почты, но с более низкими ценами и не такими жесткими ограничениями в плане перевозки жидкостей. Компания работает с 2014 года, ведет полностью легальную деятельность на территории Таиланда и имеет большой опыт в организации поставок товаров в России. Они также помогают наладить контакты с производителем, имеют собственную логистику, а также гарантируют стопроцентную оригинальность продукции. Так что, кто давно хотел поработать с товарами из Таиланда или просто закупиться тайской косметикой для себя по выгодным ценам, то вот вам надежный поставщик. В Таиланде очень много классных товаров для здоровья и красоты. Многие туристы, когда уезжают из Таиланда, битком набивают чемоданы тайской косметикой в подарок родным и близким. Я знаю, что некоторые даже потом в России перепродают тайские мази и неплохо на этом зарабатывают. Если у вас пока нет возможности приехать в Таиланд, то Таиланд может приехать к вам. Переходите на сайт Декос и покупайте тайскую косметику реально выгодно. Ссылка в описании. Смотрите, какой песчаный дворец построили ребята. Это настоящее произведение искусства, как торт. Можно приходить сюда с детьми и строить замки из песка. Время, проведенное с детьми, бесценно. Это я вам как человек без детей говорю. Но мне всегда нравилось проводить время с родителями. И моя главная мечта в детстве была, чтобы родители не работали, и мы каждый день ездили в лес или на острова на Волге. Здесь получается пирс. Подцепили лодку на трактор и увозят. Очень удобно сделано. Вот получается море. Вывезли лодку сразу на дорогу. И мы, собственно, с вами входим на участок, который видоизменился. Насыпали береговую линию. Она стала еще шире. Посмотрите, теперь вы не просто там отдыхаете у дороги. До дороги приличное расстояние. Отсюда даже практически не слышно шума машин. Это как будто на острове. Ну, не совсем, но как бы уже намного лучше. Наш приятель сказал, что то, что насыпали, уже потихонечку подмывается. И опять уменьшается береговая линия. Но я надеюсь, что это будут контролировать. Смотрите, какой песок насыпали. Он отличается от того, где мы были сейчас. Он более мелкий. Если до этого были такие крупные песчинки, то здесь прямо вот он как мука. Не скажу, что очень чистый. С примесью ракушек. Но все равно идешь по нему и вообще не чувствуешь, что на что-то насыпаешь. Так мягонько, приятненько. Смотрите, что я для вас нашла. Та-дам! Ракушечка! Вот иной раз сидишь за компьютером, так устаешь. И классно, что здесь можно выйти к морю. Вот многие скажут, что что там делать? Да ничего не делать. Это великое искусство. Уметь ничего не делать. Просто выходишь, ковыряешься в песке. Смотришь, что море выбросило. Слушаешь шум волн, дышишь свежим воздухом. Любишься красивыми видами. Приходишь домой, совершенно другой человек. Расслабленный. Заряженный. Отдохнувщий. Голова легкая. Я не знаю, это очень круто, когда в любое время года ты можешь просто выйти на пляж и бесплатно хорошо провести время. Вот с этого ракурса вы можете оценить, как изменился пляж Джамтен в Паттайе. Много насыпали, не то что там 3 метра. Посмотрите, он и в ширину увеличился, и в длину. И несмотря на то, что много людей, в принципе, чисто. Потому что бывали раньше моменты, когда гуляешь, ты можешь найти и вилку, и ложку, и тарелку, и башбат, и носок. А сейчас, ну вот, ракушку нашла. Классно, когда на пляже не нужно ютиться. Потому что вот бывают люди с детьми, они хотят уйти куда-то подальше, чтобы если ребенок кричит или еще что-то, это не заставляло кому-то дискомфорт. Или, например, человек немного стесняется быть в купальнике. Он тоже хочет подальше, просто отдохнуть, в тишине полежать. Это нормальное желание тех людей, да? Я тоже не люблю, когда по тебе ходят песок в глаза, то мяч упадет на тебя, то еще что-нибудь. Здесь каждый найдет себе местечко, посмотрите. Уже сейчас высокий сезон, и всем хватает места. Мы общались с нашим приятелем, который жил в Паттайе все это время. И он нам рассказал, что в пандемию здесь было очень грустно. На вывозных рейсах уехали те, кто хотел уехать. Большинство, кстати, уехало. И, говорит, очень мало осталось русскоговорящих вообще, приятелей, друзей. Очень много заведений закрылось. Ну, закрылись практически все. И открылись сейчас, ну, небольшая часть. Возможно, ваше любимое кафе или массажка закрытые и так не восстановились, и уже никогда не откроются после пандемии. Это очень грустно. Конечно, что-то открывается, что-то продержалось. И мы, Саше, говорили о том, как круто, что мы видели Таиланд таким, какой он был до пандемии. Потому что пандемия поменяла все. Мир уже не будет прежним. Но факт то, что вот мы здесь были в период туристического расцвета Таиланда, и если вы здесь были в период туристического расцвета, то вам и нам крупно повезло. Мы увидели Таиланд в самом соку. Я не знаю, можно ли так сказать или нет. Ну, в общем, мы увидели настоящий Таиланд. Классный. Что будет дальше, я не знаю. Ну, вот наша задача вам показать, что происходит сейчас. Ставьте лайки, если вам тоже посчастливилось побывать в Таиланде до пандемии. Особенно, если вы любите Таиланд, если у вас есть тайский синдром. Это когда ты только приехал из Таиланда, и через месяц хочется опять сюда. Кто любит кататься на банане, скажите я. Я, особенно с хорошей компанией, покататься на банане сейчас здесь в Паттайе на пляже Джамсиен стоит 700 бат. И эта цена за весь банан. Максимум 6 человек. Берем кокос. Посмотрите, у них такие холодильники на пляже со льдом. И продаются самые вкусные кокосы в мире. Вот смотрите, как надо открывать. Как Титаники. Ударов тоже нет. Главное, покупали, чтобы не рыбануло. Ой, да. Ну что, пробуем? Так моя мама всегда делает. И у меня это. Невероятно сладкий, свежий, холодненький, вкусный. Вот, кстати, в Вьетнаме кокосы больше, но мне показалось, они не такие вкусные. И еще, знаете, любители Вьетнама, есть люди, которые любят Вьетнам больше Таиланда. Мне кажется, я им не нравлюсь. Они постоянно пишут, да ты, там никто говоришь, Вьетнам самый лучший. А мне Вьетнам, ну, не очень понравился, да. Но я как тревел-блогер, я стараюсь не хейтить там, ну, просто говорю, не мое. Да ты ничего не понимаешь. Да у нас тут Вьетнам так классно. Я даже их боюсь, этих вьетнамских защитников. Ну, я вот, честно, во Вьетнам не хочу. Я люблю Таиланд. Я здесь буду, и я на правду считаю, что он самый лучший. Ну, разве я могу быть необъективной? Конечно, нет. Вы что? Это извечный спор. Вьетнам или Таиланд? Вот вы, вот скажите честно, что вы любите больше? Таиланд или Вьетнам? Вот давайте, голосование на нашем канале про Таиланд. Направляемся в сторону ночного рынка. И посмотрите, что происходит на набережной, назовем ее так. Лежаки и зонтики потихонечку складываются. Сейчас где-то половина шестого вечера в шесть будет закат, стабильно. Каждый месяц, независимо от древнего года, в шесть часов вечера в Таиланде заходит солнце. И некоторые уже приступают к ужину, раскладываются на своих пикапах, на сыновочках. Жарят креветочки, пьют кокосы, пиво. Сколько бывает в Таиланде, такое вижу первый раз. Макашница. И здесь продаются, вот вопрос на засыпку, кто это? Какие-то креветочки. Креветки, которые вчера родились. Стоят 60 и 100 бат. В смысле, их живыми, так, их живыми, кладут в контейнер. Спаканчик. А дальше, что с ними? Он промывает их там. И добавляют в салат. Там лук, я смотрю, какие-то специи. И получается чистый белый. О, боже. Они прыгают. У вас уже половина блюда упрыгала. Саша, ты хочешь такое попробовать? А что? Прыгучи креветки. Ты ешь, а внутри тебя все скачет. Ага, он их смешал. Я смогу, что они блюда. И они, наверное, все померли, да? Ну там соус нырно острый. Вот, пожалуйста, что значит свежая еда полезная. Хотели бы такое попробовать? Давайте Сашу заставим попробовать это. Ну вот вы напишите, если хотите. Много лайков этот коммент соберет. Давайте Сашу заставим попробовать. И я думаю, он согласится. А может и не согласится. Я смотрю, радость у него в глазах немного. В общем, ребята, давайте ставьте лайк на это видео. Если это видео наберет 5000 лайков, я попробую это блюдо. Если захотите поужинать на классном рынке, то рекомендую вам рынок Джом Тиен Найт Маркет. Работает уже очень-очень много лет. Мы когда первый раз туда приехали, 8 лет назад, он уже работал в полную силу. Был нашим любимым, с хорошей цены. Приходите сюда где-то к 6 вечера. И до половины десятого можно отведать как и экзотические блюда, так и свои любимые привычные европейские. Ну и сейчас мы вам покажем, что здесь новенького, какой ассортимент. Заходим на рынок. Справа стороны у нас столы, где можно сидеть, поесть. И здесь у нас продаются фреши по 25 бат. Кстати, вы можете заказать фреш и попросить, чтобы сахар не добавляли. Это будет намного полезнее. Стоит 25 бат за различные миксы. Смотрите, мне кажется, будет вкусно манго, ананас и мята. Вот который раз прихожу сюда и такие горелые котлеты. Но кто-нибудь скажите им, что котлеты не должны быть такими черными. С ними что-то не то. То ли у них сковородка нехорошая, то ли газ забыли убавить. Что здесь еще есть? Мясо с картошкой. Вот если вы не хотите тайскую еду, можете взять что-то свое привычное. Жареная курица, салат, огурцы, помидоры, запеченное мясо, курица с рисом, картофельное пюре, макарошки. Здесь готовят рыбу в соли. Одно из наших любимых блюд. Посмотрите, какая красота. 140 и 130 бат в зависимости от размера. Хорошее блюдо. Рекомендую, будете в Таиланде взять, но попробуйте. Кокосы, ананасы, арбузы. И здесь кокос 35, да, вот на пляж 50. Ананас 35. И здесь же вам их почистят. Очень удобно, можно взять с собой в отеле или домой. Курицу готовят. Вот в такой штуке. Она получается развернутая. Но я люблю, когда курица закрытая, мне кажется, она так более сочная. Но я это не пробовала, надо бы то уж попробовать для чистоты эксперимента. Двигаемся дальше. Здесь отдел все на палочке. Куриный шашлычок. 30 бат. Говядина. Тоже 30 бат. Креветки. Вот такие наборы готовые. Можете взять сырые, вам приготовят. Кальмары. Жареная рыба. Чесночный батон. Еще отдел с привычной едой. Картофельный салат. Салат из капусты. За 50 бат. Здесь у нас я брала, очень вкусная, кстати, жареная курица. Запеченное мясо. Шпинат под сыром. Макароны за 60 бат. Так что, где-где, в водае, точно найдете что-то более-менее привычное. Ребрышки, посмотрите, какие красивые, аппетитные свины. Есть еще вот такое запеченное мясо. Об аппетит. Свинины. Смотрите, есть такие классные пончики. Я раньше их часто ела. Но я так много ела, что было плюс 10 килограмм. Я всегда брала банановый кекс, вот этот он очень вкусный. 20 бат. И пончики. 10 бат. Хочешь там со сгущенкой, хочешь с шоколадом. И я наберу их, натрескаюсь, мне хорошо. О последствиях не думаю. Они просто вкусные. Отдел с руолами. 10 штук берете, одна в подарок. Вот эти вот по 20 за штуку. Вот эти 10 бат за штуку. Вам дают такой поднос. Набирайте, какие хотите. И вам их аккуратненько упаковывают в контейнер. Есть с тунцом. Есть с беляши. Рис с морепродуктами за 70 бат. Сифу. Можно взять микс. Можно только с креветками. А можно с курицей за 50 бат. Постараюсь показать вам все прямо, что здесь есть. Чтобы вы были максимально готовы и по ассортименту, и по ценам. Здесь готовят паттай. Честно, не очень. Я люблю паттай за все время. В Таиланде так я его и не поняла, не полюбила. Не знаю. Наверное, из-за этих ростков. Вот если без них, то, наверное, мне бы зашло. Я просто эти ростки не очень люблю. А стоят 50 и 60 бат. Здесь готовят блинчики с бананом. Тесто ротти. И добавляют нутеллу. Если просто с яйцом, то 40. Если еще с нутеллой, то 60. Еще поливают сгущенным молоком, шоколадом. Это очень вкусно. Здесь жарят мясо. Посмотрите, какая красавица. Сочные кусочки. Ой, мне прям хочется все и сразу. Я всегда натрескаюсь на рынке всего разного. И кайфую. Дальше. Это вот что-то, что не пользуется спросом у российских. Туристов. Это какие-то шарики в бульоне. Но это очень остро. Поэтому, не знаю, рекомендовать вам или нет. Посмотрите. Том-ям-фу. То есть, вы заказываете том-ям. Выбираете, что будет из начинки. Ну, в него добавят. Хотите просто креветки, грибы. Стопа. Хотите еще рыбу добавят. 120. Хотите из такой рыбы вам сварят. В общем, как хотите. Какой они их с вами сделают. Вот прикольная штука. До сих пор не поняла, в чем тут вообще соль. Перепелиные яйца на палочке. 20 бат. Кто хочет, вот перепелиные яйца на палочке. О, посмотрите, какая аппетитная, красивая курочка. Всего лишь 60 бат. В Таиланде все так дешево, чем готовить самой дома. Тащить эти продукты. Лучше уж прийти на рынок, закупиться и хайфовать. А вот наша любимая тетечка, у которой мы уже 8 лет берем салат со стеклянной лапшой. Он очень вкусный. Hello! Saladita! What's the salad? What's the salad? Чуть-чуть. Никмай. Чуть-чуть. Латайский. Ну, это что-то типа крошка-картошка. Печеный картофель с различными начинками. Кто любит куриные ноги, точнее, куриные лапки. Здесь они тоже есть. Это куриный шоколад? Куриный шоколад. Очень вкусный куриный шоколад. Можно намазать на клея, можно в торт добавить куриный шоколад. Во! Классный отдел русской еды. Блинчики, чебуреки, пельмешки, макароны, котлетки, тевтельки, гуляш, подливочка. По солькам, по ценам. Ну, вот одна котлета из свинины 30 бат. Пельмени со свининой 20 штук 50 бат. Блинчик с курицей 30 бат. Ну, нормальная цена, особенно с нынешним курсом. Смотрим, что у нас тут. Жареная курица, ого, 160 бат. Сольдика красивая на таких палочках. И свинина. И к ней еще подается стики райс, липкий рис. Вот почему-то мясо свинины здесь идет с липким рисом. Вместо хлеба он такой липучий. Ну, прикольно, кстати, со временем. Даже и предстаешь включать по хлебу. Стики райс. Будете в Таиланде обязательно попробуйте 50 бат за коробочку. Он вообще такой белый, но здесь его иногда красят синий, зеленый, розовый цвет. Я беру просто вот белый, и здесь идет еще кокосовый соус, манго кусочки. Очень-очень вкусная штука. Двигаемся дальше по второй линии. Посмотрим, что здесь есть интересненькое. Ой, пицца. Смотрите, пицца с морепродуктами, с беконом 80 бат. Маргарита 60. Такое толстое достаточно тесто. Ну, может, кто-то такое любит. Посмотрите, сарделечки за 25 бат. Это взяли кишочки, набили в них мясо с рисом. И, пожалуйста, угощайтесь. Дальше. В принципе, 40 бат за напитки. Различные молочные коктейли, холодный чай. Не знаю, я почему-то не могу его пить, мне сразу живот болит. Дальше. Куриные запчасти. Ножки, лапки, крышки. И здесь свининка красивая, прожаренная. 120 бат. Вот такую длинную рубежку. О, миди. Вот это мы любим. Это миди с острым соусом. Получается курица, барбекю. 20 бат. А здесь сам я. 100 бат. Смотрите, какая красота. И обратите внимание, как тайцы реагируют на камеру. Не закрываются. Позитивные. Всегда помажут. Типа, э, мое покажи. Чего что-нибудь проходит? Здесь люля-кебаб. Получается шаурма. С курицей и галяриной. Стоит здесь 70 бан. Это вечный посетитель этого рынка. Из года в год я сюда прихожу, показываю, что здесь есть из битвы. Тоже 10 бат за штуку. Вот как раньше, робо подавали, да, и как сейчас. Все так цивильно, облагородили. Провод рынок, все лучше и лучше. Здесь, кстати, появился отдел с вином. И здесь вы можете купить вино из Мангостина. Смотрите, какая экзотика. Ананасовое вино. Личи вино. Такое отдают пробовать на экскурсии, но я думаю, здесь дешевле. А дальше кокосовое вино. Ведь 82 прикольный подарок из Таиланда. Вот чем удивить, да, пьющего человека. Ничего. Вот таким вино. По 300 бат есть еще вино. Тайское. Смотрите, может, что-нибудь возьмем из Манго вино. Есть классическое из винограда. Раньше этого не было. Если вы приезжаете на отдых с детьми, то здесь вы можете их порадовать вкусными вафельками. Разными начинками. Получается 15 бат. Всего лишь 15 бат за вафельку. Дальше за мной. Вот мне нравится этот отдел. Здесь лосось сашими. Сашими! Из лосося за 100 бат. Но вы не думайте, это не все лосось. Там внизу морковка терта. Но порция хорошая за 100 бат более чем. А вот это тайский казинак. Прям мягкий. Различные орешки. Воздушный рис с медом. Называется Края Сарт. И вот посмотрите, какое сделали отдел. Здесь поставили кассу. Наконец-то можно разливное пиво заказать. В холодильнике у них различные напитки стоят. Готовят какие-то лепешечки. Бурриттос, начоус. Это мексиканская кухня здесь открылась. Посмотрите, как 120 бат стоит. А еще здесь открылся отдел с домашними бургерами. Посмотрите. Их жарятся с беконом, с яйцом. Вот такой большой дабл. Получается 189. С яйцом и сыром 119. И в комплекте еще идет картошка при. Сейчас покажем, как готовят эти ребрышки. Как же это называется? Там дыр. Правильно. Вот кто знает, пишите комментарии. Посмотрите, какая красота. И на крючочке он это все вешает. И там открытая огонь. И все это жарится. Пахнет обалденно. Все такое сочное. Выглядит так красиво. 100 грамм 50 бат. Мне так неудобно перед вами. Сказали, что высокий сезон. Не будет дождей. И такой ливень просто пошел. Надеюсь, что это будет последний дождь. Вот что значит Таиланд. Мы подошли к столику. И Тайка увидела то, что мы хотим сесть, но мокрый стол. Она подошла. Вот она работает напротив. Протерла нам стол, стулья. Говорит... Окей, супер. Кап-н-кап. И она шуткой говорит 20 бат. Я полезла в сумку. Она говорит, нет-нет, я же пошутила. Это шутка. Ничего не надо. Нас пересадили за стол под крышей. Ушел человек. И Тайка, которая протирала стол, такая, ребята, быстрее. Пошла за велосипедом. Говорит, скорее, скорее, бегите сюда. Мы пришли. И все. Теперь сидим под крышей. И хорошо, что ушли. Дождь начался еще сильнее. Сейчас попробуем пасту с морепродуктами по-тайски. Посмотрим, посмотрим. Цена хорошая. Вкусная? Агрейчная. Меру острая. Такой кисло-сладкий соус. Много морепродуктов. Хальмарчики. Прям отлично. Репортная хорошая. Много креветочек. Не пожалели. Ну и готовят не быстро. Нам порекомендовали ребятам. Там на рынке. Я очень рада, что мы их послушали. Спасибо вам, ребятки. Дождь так и не заканчивается. Тут местные дети бегают. А я взял салат с циклянной лапшой. Я его часто ем. Он такой остренький. С морепродуктами. Когда ешь, он прям взрыв мозга. Попробуй, беру его. Я взяла с лососем. Уже я макнула сэрвый соус. Пробуем. Нет, это мангоник. Очень острый. Мы смешали, получается, васаби и сэрвый соус. И думали, ну, будет как у нас. Оказалось, взрыв мозга. Что мне нравится, спагетти идеально сваренные. Очень-очень вкусные. Классный соус с итальянскими правами, с базиликом. Здесь еще помидор. Ну, просто обалденно. Вот такую сумму. Я, кстати, тоже попробовал. Вообще, как будто блюдо из ресторана. Плюс креветочки. Да. Бывает, что, ну, в некоторых местах под видом пасты просто подают макароны с кетчупом. Не соуса. Не все слипшиеся. А здесь прям много соуса. Идеальное сочетание продуктов. Теперь мне не терпится попробовать карбонар. И давайте заценим креветочку. Это очень вкусно. Из креветок удаляют, получается, ну, всю грязь. И ты ешь только мясо. Свежее. Вот она прям такая плотненькая, идеально сваренная. Морской вкус у нее. Ну, прям обалденное. Вот прям блюдо топ. Вот ходите на этом рынке, если любите пасту, попробуйте. Вот смотрите, какие красивые кольца кальмара. Они не резиновые. Имеют такой приятный, нейтральный вкус. Этот салат настоящий кладезь йода и витаминов. Вот кто следит за фигурой, может есть этот салат и кайфовать. Кальмары тоже вкусные. Не резиновые, не переваренные. Кальмар сам по себе блюдо, ну, такое непонятное. Но в сочетании с красным перцем и вот этим острым тайским соусом. В общем, очень вкусно. Хорошо, что они здесь есть. Но мидии из-за всяких пахал. В этом салате мне очень нравится мидии. Смотрите, они большие. У тебя салат с ростольчиком, с добавлением красного перца, острого, свежего. И обалденных, свежайших, правильно приготовленных морепродуктов. Прямо вкусно. Мы встретили наших зрителей. Мы вас тоже можем поснимать. Хорошо. Как вас зовут? Меня зовут Вилет. Откуда вы? Из Казани, Патарстан. В Казани, в Таиланде. Ой, вообще отлично. Отлично. Очень скучали. Вот только что открылись рейсы. Примейк, правда, из Москвы только. Но мы чартером. Чартером из Казани, Москвы. Из Москвы, Патарёв. Да. Виблиоблобус. Очень довольны. Довольно Виблиоблобусом, довольно аэрофлотом. Вас смотрим. Сколько вышел перелет? Так, перелет. Мы в турпакетнике. У нас вышло. Значит, рейс с детьми 225 рублей. Это у нас на 9 ночей. Нормально? Да, на датахах 400 рублей и обрез. Супер. Вы же девятый раз Таиланде. Да, да. Вот три вещи, которые вам очень нравятся Таиланде. А, народ, наверное, скорее всего, народ, да, люди, люди вообще отличные. Ну, как говорится, страна улыбок. Сюда приезжаешь, успокаиваешься, всё забывается, всегда там остаётся. Согласно, вот климат, фрукты, еда. Да, согласно. И море, ну и море что-то вообще-то. Такая позитивная, такая классная. Бабушка. Да, бабушка. Ну, я устал, я ещё не до полицел, конечно. Да, на жизнь, это казалось. Классно, желаю вам отличного отдыха. Команку уже в полу. Спасибо. Удачи. Добавьте. Сейчас мы будем фотографироваться. Саша пошёл ва-банк, вылил весь соус, который у него был. Ой, Саша. Ой-ёй-ёй. Вот. Вот это да. Это было зря. Я думал, он не работает. Он говорит, выдохся. Ой, да. Он так стреляет в мозг, да, ты аж чувствуешь, что у тебя там есть извилины, хотя до этого сомневался, а выкналите. Причём, ну как молния. Да. Мозг пробивает, а потом отпускает. Я когда ем, думаю, у меня есть мозг. Да. Это один, два. Это пять. Конечно, этот васаби просто жесть. Вот у нас не такой пробивающий какой-то, я не знаю. Бывает ешь, но вообще никакой. Ну, как будто ешь, что нет. И здесь просто мозг вообще выносит. Что скажете? Прям обалденный. Что за рецепт такой? Мясо не сильно солёное. Прям такое жирненькое. Идеально с блинчиками. Тесто тоненькое. Всё, как я люблю. Как будто это готовил русский человек. Прям очень-очень вкусно. За блин твёрдая пятёрка. Сочетание вот этого фарша и теста идеально. Я считаю, что сочетание количества начинки и теста тоже идеально. Можешь вкусно. Мы очень вкусно поели. И пока ели, у меня же уши локаторы, и я услышала разговор. Русские познакомились, парочка взрослые и другие взрослые. Вот они общаются, и один другим говорит. Знаете, что понял? Вот мы всю жизнь куда-то гонимся, бежим, ради чего. Ну, есть у нас квартира, ну, машина, ну, дача. А вот сидит тут чувак, катается на серфе всю жизнь, ест рис, и он самый счастливый в мире. Вот у него нет, как у меня, золотых часов, но время-то он знает. Мне так приятно было слушать то, что они говорят, они прямо так кайфуют, выпивают с ангсом, и такие на расслабоне. Вот он говорит, вот он самый счастливый. Вот неправильно мы живём. Вот так надо жить. И с хорошим настроением возвращаемся домой. Ещё взяли с собой кокос, кое-что купили в Севене. Если этот выпуск вам понравился, если он хотя бы чуточку поднял вам настроение, то поставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал, заходите в нашу группу ВКонтакте, в наш Телеграм. Он тоже называется Вечное Лето. Вы увидите в следующих выпусках, вас очень сильно любим. До новых встреч, пока! Пока!